Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, как я предполагаю, надеюсь, в постоянном режиме и понимаете все, что происходит в этой студии с 8 до 10 вечера по будням. Нынче в летнем режиме мы работаем не 5 дней, а 4 дня в неделю. Пятницу отдали дачникам. Мне кажется, это справедливо. Разрываться, знаете, между умными и красивыми всегда сложно. Поэтому 4 дня в неделю работает программа «Живые» до сентября. Таким образом, мы с вами будем отчитываться перед вами. Будем отчитываться хорошей музыкой. И, как обычно, в программе «Живые» исключительно живой звук. Есть у нас добрая традиция, надеюсь, добрая. Прежде чем я познакомлю аудиторию с музыкантами, музыканты что-либо сыграют, сделав таким образом заявочку, музыкальную заявочку. Люди должны понимать, что, собственно говоря, сегодня в 2 часа в студии будет происходить. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали! Добрый доктор Айболит Он под деревом сидит В тертых джинсах, старых келлах Лечит простатит и спит Приходи к нему лечиться Тот, кому давно не спится За дверьми в пустой квартире Кому тесно в этом мире Спой мне песню, доктор, спой мне Про один патрон в обойме Есть ли жизнь в других мирах И как страшно умирать Скажи, это только жизнь Это только жизнь Это просто жизнь Держи 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 Добрый доктор Айболит Он на дереве висит Поет псалмы, читает мантры Песня антидепрессанта И куда летит ракета Знаешь так, молчи об этом Но под дулом пистолета Только Бог хранит секреты Спой мне песню, доктор, спой мне Про один патрон в обойме Есть ли жизнь в других мирах И как страшно умирать Скажи, это только жизнь Это только жизнь Это просто жизнь Держи Это только жизнь Это только жизнь Это только жизнь Это просто жизнь Держи 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 Ну вот, собственно говоря, это и есть группа «Полиция Кармы» из города Белгород Эти ребята приехали для того, чтобы показать, что они творят или вытворяют Это уж как посмотрим, как дело пойдет Давайте будем знакомиться И хотя бы раз за эфир я всех музыкантов прошу подойти к микрофону У барабанщика он свой Ходить никуда не нужно Ну а тебе на всякий случай сообщаю, что поешь-то туда-да, а говоришь сюда Итак, я читаю, как у меня написано Денис Константинов Привет! Струнные чакры Так написано у меня То есть гитара, струнные чакры Далее Алексей Мкиевский Бас Низкочастотные целебные токи Добрый вечер Кто это вам писал-то? Кто писал? Игорь Игорь Димичев Вокал-гитара Перманентные горловые манипуляции Он сегодня не приехал К сожалению Это он все писал Сволочь такая Это я, здравствуйте Так подожди Он или ты? Раздвоение Раздвоение Периодически Знаешь, как в Грузии, да? Дорога раздвояется Знаешь? Нет? Знак висит И два яйца куриных Ну, я думаю, это хорошо Дорога раздвояется Когда у вокалиста раздвояется Тебе так удобно? Вот так вот Ты будешь туда-сюда гнуться Может быть, тебе стоит как-то Вокальный микрофон слегонца Чуть ближе к нам сюда? Нет, просто у него такой фэн-шуй Хорошо, гнись Хорошо, гнись Пусть будет фэн-шуй Главное хорошее, чтобы был Подкини к себе микрофон Чтобы он сейчас не грохотал Вот А теперь я его тебе включу Дмитрий Меженин Ударные громы и молнии у меня написано Здрасте Привет Ну, в общем, это и есть группа Полиция Кармы Креативные ребята По определению, как я понимаю Слегка перепуганные Чего такие перепуганные-то? Первый раз на радио, что-то? Да? Серьезно? Нет, еще ехали долго Устали А, вот в этом смысле Целый день по Москве Сейчас поговорим об этом мы тоже Микрофончик, можешь Секундочку Не уходи, пожалуйста Подними микрофон выше Да, конечно Не, подожди, подожди Вот А теперь говори Устали целый день Здесь ночь в дороге Не спали Пару часов всего спали Ага А ехали на чем? На машине Он на поезде ночевал здесь А остальные все на машине ехали Короче, ребята ехали с комфортом А я ехал с женой Вот Вот как-то вот так Сейчас ты обидел, между прочим Жен всей России матушки Нет Так они ехали с комфортом А я ехал с женой А ты с супер комфорт А ну вот так и говори Игорь, сейчас ты обидел нас Они причем с комфортом ехали на трех колесах Представляете, как это сложно Да Что значит на трех колесах? Такая история приключилась Что половина пути был какой-то грохот Вот А потом мы все-таки решили обратить внимание Что с нами происходит Это можно рассказывать? Вот наш водитель спрашивает Да я думаю, пожалуйста Да Потом вы обратили внимание Что вы едете на диске на голом, да? Нет, нет Мы обратили внимание Что болты, которые удерживают колесо Они как бы слегка разболтаны То есть вы могли не доехать до нас Да То есть у нас сегодня второй день рождения Спасибо С днем рождения, ребят Очень приятно, что именно здесь это произошло С какой целью ехали в Москву? Что вы уходите от микрофонов, если уж говорить Давайте в микрофон С какой целью ехали? Окунуться в скромное обаяние буржуазии Значит, это во-первых столичный А во-вторых, конечно же, на свое радио То есть у вас концерта нет? Нет Мы Въехали специально Из Белгорода На трех колесах автомобиля Да С женой Кто-то с комфортом Для того, чтобы сыграть здесь В программе живых Исключительно А километраж напомните у меня от Белгорода? Ну, приблизительно 700 километров А с женой 1500 Я сейчас буду высчитывать Как влияет жена на километраж По ощущениям По ощущениям Я понимаю, да Я понимаю Мне казалось наоборот Жена скрашивает расстояние Если молчит, понял Если молчит Нет, нет Это просто настолько приятно Что ты можешь проехать И три тысячи километров И десять тысяч километров Понятно Значит, хочу вам выразить Тогда нашу благодарность Раз уж так действительно дело пошло Спасибо Приехали ради того, чтобы сыграть в программе Это дорогого стоит Поэтому Низкий вам поклон Спасибо большое И огромная благодарность Как называлась первая песня? Ну, дело в том, что у каждой песни Есть свой Как бы такой Аналог Средневековых романов Да, очень длинное название Вот у данной песни было Как хитроумный Стив Джобс Шкатулку диковину изобрел И кроликов от недуга страшного спас Ну, вообще мы называем ее доктор Но я так думаю, что на пластинке она будет называться «Ай болит» Ну, в духе гаджетов от Apple Я так понимаю, что люди, которые заинтересуются вашим творчеством Хрен найдут ваши песни в интернете Я так понимаю Но только на средневековых альбомах Поэтому пусть пишут Самая секретная группа из Белгорода Полиция Карпанда Ага Что, куда пишут? Пишут лично Окей, сейчас расскажу о том, как это сделать С нами можно связаться по ходу эфира СМС-портал Его короткий номер 4647 Сначала пишите свои Пробельчик делаете А дальше все, что хотели бы адресовать музыкантам Группа ВКонтакте Официальная группа своего радио Там уже давненько выложен анонс В анонсе фотография Такая яркая, красивая фотография Где все они вчетвером Ну, и там же в тексте анонса Группа Полиция Кармы Выделена синим Это, значит, активная ссылка Кликая на которую Вы оказываете у них в сообществе Давайте пополнять это сообщество Оно пока такое скромное Но хотелось бы, чтобы людей там стало больше Вот именно в сообществе Можно, наверное, всю информацию вычитать о концертах О ваших громадных турах Которые вы проводите сейчас по России Колеся по ней на трехколесном автомобиле Это, кстати говоря, очень хорошая традиция Я имею в виду Если уж действительно пойти таким путем Если уж быть совсем уж экстравагантными И совсем уже выделяться на общем фоне Просто купить машину на трехколеске Я так и видел Серьезно Очень круто было бы Данил, Данил понял Очень круто было Наш шофер-директор Ну что, группа Сканворд катается На специальной микроавтобусе Называется он Маршрутка Реально, с номером из Нижнего Из Иваново, да? Там вот прям номер Маршрут Они на нем приезжают в Москву периодически И уезжают из Москвы периодически В этом фишка есть Поэтому очень хорошо бы, если бы так Я думаю, Игорь Мы должны ездить на машине с пятью колесами Вот, судя по твоим предыдущим высказываниям О жене Да, это что касается связи Ну и помимо всего прочего Естественно, можно видеть все, что в этой студии происходит Нужно просто зайти на сайт своего радио Своерадио.фм Там сверху есть плеер В плеере онлайн-аудио Слева Это чтобы слушать онлайн-видео Кнопочка справа Кликая на эту кнопочку Вы оказываетесь в картинке Которую нам предоставляет Планета.ру Краудфайдинговая платформа Чудная совершенно И там же есть чат В котором также можно по ходу эфира Что-либо писать Надо петь дальше Что это будет сейчас? А и Б Так коротко Я, честно говоря, приготовился к тому Сейчас будет очень такой Я забыл Талмуды Талмуды забыл, честно говоря И даже я Даже я не знаю до конца название песен всех Но такая краткая версия А и Б Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня напомним Полиция Кармы Город Белгород Поехали А и Б Сидели на трубе Где-то под луной На огромной высоте Все упали Все пропали В жуткой суете Остались только эти трое Да и то не те А и Б Играли на трубе Песню обо мне Песню о тебе Все останется, как было задано в судьбе Это просто теле мыло о раскатанной губе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Головом по европам Из доллара топим Все остальное Дорисуем в фотошопе Все так красно Все погасто Ниже только плинтус Выше только космос 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 Б и А стоят на икарях Б и А врут календарям Треснула на части небо декабря Эти троя ждут, пока планеты выстроятся в ряд О, Б, И, А, считали облака Б, И, А, испытали кай Вы измеряли счастье, ценности бумаг И однажды в одночасье все втроем сошли с ума Голопом по европам, из доллара и топпинг Все остальное дорисуем в фотошопе Все так просто, все по-касту Ниже только Флинтис, выше только Космос 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 а ведь хорошо с космосом там в голове сколько времени группе существует рассказывать прошлой жизни считать или давай считай с прошлой жизни тоже но тогда все равно полтора года полтора года подождете коллективу всего полтора года аж полторы года не-не-не-не подожди подождь всего аж полтора года если иметь ввиду прошлую жизнь что цвет сейчас хотел подчеркнуть этим ну учитывая то каким образом коллектив сформировался и каким же вот ну вот у нас в описании группы написано что это мистическое музыкальное формирование вот для меня по крайней мере это точно мистическая музыкальная формирование. — У меня нет никакого описания группы, потому что мы о вас ничего не нашли. Толком. — Вконтакте единственное, где нас можно найти. Пока что. Вот поэтому я в участии, не принимал участия в создании коллектива, вот в чём дело. Он как-то сформировался сам по себе, как стечение обстоятельств, как некое природное, наверное, явление. И вот по поводу прошлых жизней, мне кажется, это просто вот какое-то кармическое влияние, не знаю, какая-то струна, которая вот тянулась из прошлого в будущее. Я, наверное, говорю, да, слишком языкопарно. — Говори, говори, как есть, говори. — Ну вот, поэтому я говорю о прошлой жизни. — После турманентных горловых манипуляций тебе можно говорить всё. Давай. — Да, вот поэтому мне кажется, что есть некая связь между нами. Хотя, может, я ошибаюсь. — Есть, есть. — Всё. — Пацаны согласны. — Всё подтвердили, да, печать поставлены. Всё. — Пацаны согласны. — Можно выпускать. — Итак, полтора года коллективу, но до того, как вы всё-таки собрались неожиданно для тебя. Они собрались вместе, потом вдруг ты в коллективе как-то появился. Вот непонятно как. До этого же вы где-то играли ещё наверняка, ребятки? Ну не можешь такого быть, что нет, да? Да, ну где, что это было, рассказывайте, ну всё интересно же. Так бывает иногда, что приходят группы и играют такую мелодичную, красивую музыку, а потом оказывается, что басист, например, хэви-метал рубил. — Было. Почему было, да? — Да, да, да. Потом устал от хэви-металла. — С элементами джаза. — А я вижу, я хотел тебе сказать, что вот то, что ты сейчас выделывал на гитаре, и мне почему-то показалось, что у тебя есть джазовое образование. Или какие-то там... — Нет. Было бы. — Было бы. — Всего лишь полтора года, но, к сожалению, конечно. — Не понял. — Ну, полтора года на эстрадном джазовом отделении. — Учился? — Да. — И бросил? — Да. — Жаль. — Почему? — Ух. — Чего? — Не надо рассказать. — Хорошо. Твоё право. Ну то есть ты в любом случае учился? — Да. — Как раз на джазиста? — Да. — Отлично, но это же видно, слышно. А почему тогда у тебя бас четырёхструн, а не пяти? — Обычно джазовые басисты, они пять струн предпочитают. — Вполне достаточно. — Ну, кому-то и три, в принципе, достаточно. — Так он не доучился, поэтому... — Пятую не дали. Закончил бы, дали бы пятую струну, я так понял. — Окей, но играл-то где? Если уж так... В каких коллективах? — В разных коллективах. Вот один представитель сидит, барабанщик. Раньше даже с ним играл какое-то время. — А теперь директор и водитель. — Да. Он очень не любит этого слова «директор». — Хорошо, не, не... Водитель просто. — Да. Хозяин. — Сегодня слово какое прозвучало? «Император», да? «Император». — Хозяин-батюшка, как я теперь понимаю. — Вот. До Игоря у нас был состав Денис, Дмитрий. Я и пианист ещё был. Денис пел и играл. Вот. А потом появился Игорь. Дмитрий привёл Игоря. И так вот начали соединяться. — Как всё у вас запутанно-то. Господи, прости. Ну, ладно, хорошо. Пусть так. Денис, где играл? Какую музыку играл до коллектива «Полиция Камбарна»? — Коллективов было много. Наверное, самый относительно известный в узких кругах — это был коллектив такой «Пять пенсов». Мы с Димой вместе там играли. Вот. Блюзроковое направление. Были свои песни на русском языке и собственные кавера. То есть, вот. Из таких самых ярких, наверное, моментов — это вот концерты с Сергеем Бороновым, Николаем Арутюновым. Вот несколько у нас... — Не кисло. — Да. — Не кисло. Это очень хороший опыт и, между прочим, замечательные музыканты. Надо заметить. — Согласен. — Так. Ну, теперь Дмитрий. — Ну, тут уже сказали, что вот как бы я играл и с Денисом, и с Алексеем. — С кем я только не играю. — Да. — Со всеми играл. И играю во множество коллективов. И джаз играю. И что получается, то и играю. — Отлично. Ну, то есть, очень разноплановые музыканты с разным совершенно музыкальным бэкграундом — это круто. Ну, спрашивать сейчас Игоря, где он до сих пор песни пел, играл, я не... Или надо спросить? — Ну, спрошу, всё. — Нет, я думаю, стоит ради приличия, как там прошлись. — Конечно. — Надо, чтобы круг замкнулся. — Замкни. — Замкни круг. — А. — Да, собственно, нигде я не играл. Нет. Я большую часть времени тратил на то, наверное, чтобы эти песни копить, скажем так. То есть, как автор, исполнитель — это акустическая гитара, это какие-то сначала вечера в школе, потом немножко так по географии своего родного города, и потом вот постепенно стал собирать какие-то группы, пытаться. На самом деле, это очень сложная задача в наше время. И я очень счастлив, потому что мы в какой-то всей степени даосы, блин, поэтому мы ждем, пока к нам придет все. — Даосы, блин — это новая веточка в верованиях, я так понимаю, теологическая. — С этого момента она существует официально. — Даосы, блин. — Родилась на своем радио. Хорошо, я готов подписаться под это дело. Смотри, очередной раз не пожалел, что подключился к эфиру. Респект парням от группы Седлас. Алексей Хохлов написал. Знаете группу Седлас? Нет, понял. Нет, Леша, они знают, знают. Они забыли просто. Леша, не обижайся, дружище. Дружище, я-то похлопаю сейчас. Они знают. — Ну, нам все равно очень приятно. И мы теперь, естественно, познакомимся. — Обязательно нужно познакомиться. Это, кстати, группа из ротации своего радио. Между прочим, были тоже вживые, замечательные ребята, хорошую музыку играют. Ну, что дальше будет? Тюсо? Опять коротко. Как всегда, живые звуки. Программе «Живые». Здесь сегодня полиция кармы. На всякий случай напомню еще раз город Белгород. Погнали. Я прошу, поднимите мне веки. Я прошу, поднимите мне веки. Небом над пустыней я жив отныне и навеки. Жги меня, я свеча из воска. Жги меня, я свеча из воска. В саду посха я иду наверху, уходя от всех в другую плоскость. Это сон, дядька, это сон. Мы с вами, мадам, часон. Это сон, дядька, это сон. Вот и все. Спи, спи, спи. Вот и всё, спе, спе, спе Никогда ничего не посем Никогда никого не посем Мы узнаем после, что нет вопросов Ну и Бог с ним Это то, что ты называешь с нами Это то, что я называю с нами Маятник самер Что случилось с нами? Да просто жизнь Случилось с нами Это сон, детка, это сон Музей, мадам, ты сон Это сон, детка, это сон Музей, мадам, ты сон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спе, 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 вот и всё Я прошу, опустите мне веки Полиция Карма здесь, сегодня так называется коллектив Кстати, как только мы разместили анонс на предмет вашего приезда в программу Появились остряки, естественно, которые стали сообщать, что нет никакой фантазии, понимаешь Придумывают себе такие названия, мол, Кармаполис, сейчас мы там будем эти все такие аналогии проводить и так далее Я про название спрашиваю, терпеть не люблю, терпеть ненавижу, так да? Есть такой словесный оборот Но просто потому, что всякий раз музыканты рассказывают 357-ю историю, и все разные В любом интервью прочитаешь, и всегда название совершенно неожиданно меняется, имею в виду история названия Но я всё-таки задам вопрос вот какой Карма, что для тебя тогда, и для вас? Почему карма всё же? Несколько история, ну, мягко скажем, несоответствующая, мне кажется, свету, который вы несёте Нет? Нет, ну, карма-то, по большому счёту, это как раз и есть результат того Мне просто карму, извини, что перебиваю, карму просто всегда вспоминают с негативным оттенком Подпортить карму, карма у него такая, когда говорят человеку... Почистить карму, допустим, да, тоже А, тоже хорошо, да, всё, извини, ступил Понятно, всё, ответ дан Я абсолютно согласен с тем, что ты сейчас сказал, вот этот ответ мне очень нравится Действительно, пластинки есть? Понял, спасибо В процессе Пока ни одного альбомчика нету Ну, мы же сказали, да, что группе аж полтора года Подожди, я знаю такие коллективы, которым два года, у них восемь альбомов Нет, ну, если собирать альбомы из прошлых жизней, до этого, о чём я говорил, то их наберётся штук 250, наверное Но пока совместно мы работаем над этим, то есть группа относительно молодая, и поэтому мы сделали программу, обкатали её и теперь работаем над дебютным альбомом, усиленным Коллективы кассет под Фрэнкозапа, наверное А, в смысле, по количеству? Да Да, да, скорее всего так Хорошо, но то, что вы сегодня поёте, войдёт в альбом, я так понимаю, программа-то, в общем, наверняка она Да, скорее всего Отлично, ну, будем считать, что это пред-пред-пред-презентация вашего дебютного альбома, который рано или поздно случится, хотелось бы, чтобы это было быстрее 46-47, короткий номер для ваших смс, сначала пишите свои, пробильчик, а дальше уже вашу смс-ку с вопросами, может быть, эмоциями, впечатлениями, в общем, делитесь Я сейчас читаю то, что у нас пишут в чате на сайте своего радио Тут пока ничего, вопросов особых нет, люди между собой общаются, это приятно Ну и, понятное дело, вычитываю, что есть в группе ВКонтакте интересные песни, жаль, не могу их найти в записи Хочется выучить текст, буду тогда ждать записи эфира Мария Скурчаева пишет А чего вы со своими песнями как-то, вы их выкладываете в сеть вообще? Как-то людям показываете, кроме как на концерт? Ну, единственная возможность, где пока можно свои песни продвигать, да, это группа ВКонтакте И там тот материал, который есть сейчас в демо, в версиях, либо уже в готовых, да, есть, мы записали пару синглов И вот там они в группе, в аудиозаписях есть эти песни, их можно послушать, их можно скачать, у кого есть специальные приложения Вот, собственно Сейчас ты вот это, подожди, ты про пиратов сейчас говоришь, не надо такие слова в эфир произносить Скачать, у кого есть специальные, это, между прочим, пиратские специальные приложения Это я так тебе сообщил А мы группа пиратов, мы для пиратов создаем музыку Ага, секретная группа пиратов, я понял А здесь 12 записей, я сейчас заглянул к вам в аудиозаписи Ага, ага, не знаю, будете ли вы петь эту песню, которую я сейчас подметил для себя Название ее мне так как-то запало в душу Ну, там, да, разберемся, посмотрим 12 песен есть, это я сообщаю тем, кто хотел бы послушать их записи Есть у них в группе, заходите, пожалуйста Полизия, нижний пробел, карми Ну, так пишется это дело ВКонтакте Да, мы решили, что таким узбекским немножко проаннаунс Полизия, карми Да, ну, я читаю, как написано Полизия, Полизия Зоро Полизия пробел Такая, как называется эта мушка, которая пробел Нижнее подчеркивание, да? Да, нижнее подчеркивание Да, карми Ай в конце, вот туда загляните Ну, ссылка-то есть в любом случае Ссылка на группу, кликните на название коллектива в анонсе И сразу попадаете Там есть 12 песен, пожалуйста Можете наслушать Хотя сейчас в эфире есть возможность это делать прямо в прямую А мне понравилось, пишет Александр Еремченко Музыка интересная, так что с удовольствием вступаю в группу И буду в дальнейшем слушать, спасибо Вот плюс один, как минимум Не зря приехали Еще плюс один карми Как мы обычно пишем лично в сообщениях всех, кто добавляется к нам в группу То есть ты лично каждому пишешь? Обязательно Ну, ты смелый человек, я тебе скажу Когда группа увеличится до десятков тысяч Я посмотрю на то, как ты будешь каждому лично описываться По поводу... К тому времени, если я смогу это делать Физически, я надеюсь, я это сделаю Ну что, давайте дальше Что у вас по плану? Да, секундочку Да, а то вот что-то гитарки не было, да? Это дело в коммутации А где не было гитарки? Ну как брекни сейчас Предыдущие песни Брекни по струнам Давай посмотрим Почему не было? Есть И так есть Теперь все просто шикарно Ну что, какая песня так будет дальше? Кто мне назовет песню? Тоже с пронансом Все движется Как всегда, живой звук в программе Живые Полизия Карми Сегодня группа из узбекского города Белгород Со своей программой, которая, надеюсь, нравится тем, кто слушает сегодня эфир Погнали! Отстегнутые ремни безопасности Стерты данные в паспорте Стерты данные в паспорте Все данные в паспорте Мчится автобус по шоссе По встречной полосе По встречной полосе Строго по встречной полосе В сводке последних новостей Кто-то дышит на кресте Кто-то дышит на кресте Кто-то выжил на кресте Господи, ты простишь нас всех Как только растает снег Как только затихнет смех Господи, ты убьешь нас всех Раны залижутся, марки Оближутся к карте Лягут на стол Все движется, все движется, все движется Стоп! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время пляшет кувырком И летит, как снежный ком И летит, как снежный ком Цвета крови с молоком Помнишь, как ты по воде Мы ходили без одежд Мы ходили без одежд Мы гуляли без одежд Чипы наших микросхем Словно домик на песке Словно домик на песке Чипы наших микросхем Господи, ты простишь нас всех Как только растает снег Как только затихнет снег Господи, ты убьешь нас всех Раны залижутся, марки Оближутся, карты лягут на стол Все движется, все движется, все движется Раны залижутся, марки оближутся, карты лягут на стол Все движется, все движется, все движется Стоп 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 Но как-то попсовенько всё. А здесь рок-н-ролльно и при этом с таким шикарным вокалом. Учился когда-нибудь, скажи мне, Игорь, вокал-то? Сейчас скажет он. Нет. То есть это от природы всё? Матушка природы наградила, так скажем. Нет, ну если откровенно говорить, во-первых, я не вокалист, и некоторые события в жизни мне это доказали в очередной раз. Нет, серьёзно, я никогда не позиционировал себя как вокалиста и как музыканта. И это не самоуничижение, не понты. Это действительно так. Понты, понты, понты. Нет, это действительно так, потому что я автор... Ладно, это очень скромные понты. Хорошо. Так, ты сочиняешь тексты, я так понимаю, все, которые поются в группе. Да, тексты сочиняю я, музыку, иногда Дробыш, иногда Меладзе, ну просто чтобы нам как-то раскрутиться. Чтобы их раскрутить. И чтобы их раскрутить. Они малоизвестные пока композиторы. Да, потому что что-то у них, видимо, не заладилось. Не прёт у них, не прёт, да. С вашей помощью, надеемся, раскрутим мы этих людей. Как ты сказал, Дробыш? Такая странная фамилия. Да, Дробыш. Ж. Ж в конце? Дробыш. Там Ж в конце. Или, ну это надо уточнить, ну есть под руку. Или Ша, что там в конце? Дробыш или Дробыш? Ша, по-моему, с мягким знаком. А, он белорус? Я понял. Дробыш. 46-47 это короткий номер для смс-ка. Ваших сначала свои пишите, потом пробельчик и всё, что хотели бы адресовать коллективу. И вопросы, какие-либо эмоции, впечатления, делитесь, пожалуйста. Итак, я понимаю, что тексты твои, а музыка коллектива, так я понимаю, да? Или нет? Ну, происходит следующим образом. Приносится, скажем так, рыба, песни, да? Рыба, пиво, да, я понимаю. Рыба, пиво и сочиняются песни. Нет, рыба, песни, да, то есть текст и какая-то мелодия. Да, допустим, я сыграл под гитару, под акустическую гитару, и дальше происходит творческий процесс. И, собственно, аранжементы большинства песен, особенно новых, да, это вот то, что мы сделали вместе, коллективно. А по поводу, ну, есть, в данном случае, то, что сейчас звучало, да, это были уже какие-то демозаписи мои домашние, где были уже аранжировки. Они, ребят, устроили небольшие изменения, корректировки, и, собственно, песня готова немножко в новом виде. То есть ее новый вариант, ее новая жизнь. Замечательно. Но я так понимаю, что в Белгороде вы одна из самых популярных групп. После Пяти Пенсов. Я хотел сказать, после Гуша Катушкина. Вы одни из самых популярных. Кто это? Это Татров Дробежа? Второй композитор, как ты сказал? Такой, с грузинской фамилией. Мей Ладзе. А, да. Да, он очень... После Меладзе... Я чувствую, у нас будут проблемы. У нас больше в Москву не будет. Я тебя умоляю. Какие могут быть проблемы? Ну, о чем ты сейчас говоришь? Люди должны радоваться и гордиться тем, что их вспоминают, на самом деле. В этом контексте, как минимум. В этом-то контексте их никогда еще не поминали лихом. А сейчас, кстати, и к месту, мне кажется. Еще раз хотел бы вот что подчеркнуть. Концерта у ребят в ближайшее время в Москве нет. Они приехали сюда сознательно, чтобы показать свою музыку вам, уважаемые. Это я обращаюсь к аудитории своего рода. А что касается концертов в родном городе, вы даете их? Ну, опять-таки, так как группе аж полтора года... Так. Смотрите, каким образом все происходит у нас. Мы собрались, мы отточили материал, мы его обкатали. А вы репетируете часто? Очень часто. Отточили. Даже больше, чем хочется. Хорошо, это молодцы. Здорово. Да, мы отыграли несколько концертов в Белгороде, в Воронеже. Сыграли на фестивалях. И решили, стали записывать альбом. То есть это первоначальная сейчас задача. Запись полноценного альбома. Скажем так. Возможно, даже двойника, а может быть и тройника, а может быть... А вообще, у нас была мысль не записывать вообще никакого материала, а потом, когда будет группе 30 лет, сразу антологию и все альбомы. Вот это будет здорово. Хотелось бы так. Да, большинство поклонников помрет, правда, к тому времени уже. Кататься за вами, за новой программой в всякий раз на концер. Мы тогда сразу несколько поколений заставили. Слышал, сейчас зацепите кого-нибудь из людей, своей музыки, из, например, откуда, из Владивостока, к примеру. Нас слушают повсюду. А то из Чикаго тоже там полно людей. Ну, из Канады кто-нибудь. И вот люди будут приезжать на ваши концерты и будут хотеть купить. Вам скажут, не-не-не, ребят, вот будет чуть позже. Человек уже внуков вырастил, и вдруг в группе там юбилейный концерт, 30 лет коллектива «Полиция кармы», а вот вам подарок, уважаемые. Придет внук на концерт, скажет, спасибо вам большое. Бабушка не дожила до этого светлого дня, но бабушка была счастлива слушать вашу музыку. Нельзя так издеваться над народом? Ну, я все-таки надеюсь, что мы занимаемся творчеством, а у творчества нет временных ограничений, рамок. Мы работаем на вечность. Вот поэтому, наверное, мы часов не наблюдаем. Очень хороший, на самом деле, ответ. И хорошо, что у вас есть чувство юмора. Я люблю людей, которые понимают, как пошутить их, где пошутить. Это очень здорово. Это очень хороший показатель, между прочим, для всех вас. Потому что те, кто не смотрит эфир сейчас, могу сказать, что ребята очень светлые. Со светлым... Ну, слово «карма» здесь неупотребимо, потому что группа называется «Полиция кармы». В другом случае, сказал бы, со светлым внутренним миром. Это очень клево. Мне лично очень нравится. С вами тепло. Это очень хорошо. Это очень важно. Дальше что будем петь? Как сейчас расколбасило ты его, а? Смотри, как пританцовывай. Так приятно, как приятно. Да что ты, хорошо. Смеркалось. Нет? Да нет, пока. Тогда другую песню. Пока рано. Смеркалось. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» и «Полиция кармы» здесь. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Смеркалось, сморкалось небо в рукава вокзала Казалось, связала слеза нас, слезала Навеки, навеки делили, лили и снеги Ринулись в нули И небо, зрелищ хлеба Дай, зря лишь хлеба Дай, зря лишь хлеба И стали, и стали, ли стали Друг друга устами Крапели, копели Крошели, шеленьки Пере, царь Река, свинца Небо, зрелищ хлеба Дай, зря лишь 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 хлеба Смеркалось 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 Сразу хочу сказать Дмитрию спасибо за кошачьи лапки Или как правильно называется Палки с тряпками С пумпушками на конце Кошачьи лапки называются Палки для литавр Вот так вот Прозаично Палки для литавр Очень такой неожиданный Классный звук А тебе хочу сказать Игорь Одна только фраза В этой песне Мне кажется Ради этой фразы Ради этой строчки Можно было заниматься Творчеством Многие годы Смеркалось Смеркалось Небо В рукава вокзала Так сходу В смысле А дальше Дальше не вспомню Я потому что Я вот на этом сморкалось Вдруг застрял И стал себе представлять Это очень Это картинка Грубо Да боже упаси Это нежно Это мало того что нежно Это талантливо Причем очень талантливо Это поэзия Действительно На мой взгляд Просто высокая поэзия Потому что такие Метафоры находите Вот такие подходы Достойный человек Талантливый И реально Я бы не придумал Такого оборота Я придумал бы другой Может быть Но такого бы точно не придумал Реально это очень красиво Правда Да Ну тут Вот эту именно фразу Дробыш придумал Так что К сожалению Ну в общем сейчас Ты конечно Немножко Поменял мое мировоззрение Когда вдруг оказалось Что эту фразу Дробыш Дробыш клавишником был всегда И кстати в хорошей группе играл Между прочим В свое время в группе Пушкинка Ну так мы же не знали кто это Буквально пять минут назад Кого Дробыжа А Дробыш Да Ты тоже Пойми правильно Там буква Ш в конце Чего вышел то Да хотел сказать наверное это уже Расстроение личности В начале было раздвоение Что будет к концу программы Елия пишет у своего Великолепно Очень четкие образы Вот в каждой песне Созданные не только словами В первую очередь Инструментальной частью Все движется и верно Все движется в музыке Смеркалось То есть эти сумерки С первых же звуков слышны Купаюсь в потоке звука Уносит просто Пишет Светлана Коваленко Например Андрей Демьян меня подхватывает Смеркалось Сморкалось Напомнил Владимировская курица Курица Привет Ну привет Господи боже мой Нет господи боже В одно слово Голос то какой Кому вокалист Продал душу А Еще немного И я войду в транс Просто потрясающе Ну вот Такие оценки Я продал голос Буквально вчера Душу или голос Душу за голос Голос за душу Вот Вот это точная фраза Я продал голос За свою душу Кстати надо сказать Большое спасибо Звукорежиссеру Программы Живые Сергей Дебальский Весь звук Который вы слышите Это его рук Дело Но я всякий раз подчеркиваю Что очень важно Еще помнить об одном Как это бывает Иной раз звук Не так красиво звучит И всякий раз думаешь Почему аппарат тот же Все Музыканты играть должны уметь Вот что касается группы Полиция карма Музыканты играют профессионально Соответственно И строить этот звук Несколько проще Чем у некоторых иных Музыкантов И здесь я скажу Это тоже ваше большое достоинство СМС Ну а как ты Как это 961 Это ваш префикс А фамилия Юля как ваша фамилия Я ее лично Я ее лично пишу Плюс пять Пофамильно Нет на самом деле Она то в данном случае Пишет на СМС портал Я могу сказать тебе даже Номер телефона С которого девушка пишет эту СМС Ну после эфира Ну естественно 961 это белгородский префикс Ну значит оттуда и пришла СМС Прямо из Белгорода Нет на самом деле Я пошутил Спасибо большое Юлия Мы вас тоже Надеюсь будем Видеть Слушать Любить Задумчиво Сказал он последнее слово Как поклонницу 4647 Это коротенький номер Для СМС К ваших сначала Свои Пробельчика Дальше уже все Что хотели бы адресовать коллективу Не забывайте пожалуйста Отписываться в группе ВКонтакте Там тоже много чего интересного Мелькает Но в основном это Скорее эмоции Вопросов то каких то таких серьезных Нет Ну чаще всего люди когда залипают Они просто слушают Ну что вопросы задавать И так Вот например Летяников пишет Два слова написал Илья Перспективная группа Вот так Раз Илья сказал Значит точно перспективная группа Я почти убежден в этом Значит В очередной раз Не пожалел А это уже было Это я уже проскочил Я помечал для себя И вот как то уже его Значит Хорошее начало было А зачем тебе конец Там и так все понятно Главное чтобы начало было хорошее Главное столкнуться Значит в какую очередь Становиться Чтобы получить удостоверение Поклонника группы Шикарно пишет Анатолий Михайлов Например По-моему все складывается Ну как мне кажется Не зря вы на трех колесах Скакали В Москву Для того чтобы Да для того чтобы Сыграть сегодня в Чего-чего Мы тоже поняли что у нас Есть миссия на этой земле Еще Коль уж мы доехались На трех колесах Причем у всех Вот вместе взятых А кстати Когда поняли что Произошло с машиной Внутри Торморочек Случился Или нет Как обыденную вещь Ну бывает Нет Чего Ну рассказывай уже Что испытывали Просто интересно сейчас Что испытали Да нет на самом деле Как то была уверенность В том что Как бы все в порядке с нами Да что вовремя Мы поехали И на самом деле Вот такие истории Случаются Мне кажется Для того чтобы Возможно предохранить Жизнь других людей Если бы мы не отправились Вместе с Данилом На этой машине Вот возможно Где то он там ездил Бы по городу И что нибудь случилось А так все вовремя Произошло Все мы исправили Теперь четыре болта Вместо пять на колесах Ну зато держат Ну держат крепко Зато держат Это очень важно Мы завтра отпишемся Когда доедем Обязательно Это по количеству струн басистов Он пока не заслужил Четыре болта Вот научишься Закончишь кулек Вот тогда пятница Скажите пожалуйста Какая по хронометражу Хотя бы приблизительно Будет следующая песня Потому что она закрывает Этот час Нам на паузу Нужно будет уйти после песни Хотелось бы примерно Хотя бы прикинуть Три-четыре минуты Четыре Четыре минуты Окей Тогда я еще буквально Пару слов Купаюсь в потоке звука Просто уносит Ну вот такие вот Реплики Это замечательная история Скажите пожалуйста С одной стороны Я конечно понимаю Что в вас сейчас Говорит азарт В некотором смысле Ну показать свою музыку На большую аудиторию Это всегда интересно Это всегда кайфово Засветиться Это всегда круто А тем паче Когда попадает группа В программу живые Ну уж простите меня За некий Неприкрытый пафос Мы считаем Что в некотором смысле Это некий знак качества Потому что отбор Очень жесткий Серьезный И очень много отказов От попадания сюда Раз вы здесь Значит вы чем-то цепляете Что-то в вас есть И это что-то В глазах аудитории Должно расти Увеличиваться Надуваться В некотором смысле Так вот что кроме Азарта и радости От того что вы здесь Вы сейчас Несете В себе Сложный вопрос Я понимаю Ты сказал что миссия есть Вы доехали А ты что скажешь по этому А я как-то ничего Наверное не буду говорить Потому что раз мы здесь И сейчас Значит мы здесь Должны быть Раз вы нас пригласили Раз вы так быстро Кстати откликнулись На эту заявку Потому что все были в шоке Все вообще разбрелись Кто куда Алексей Алексей эта новость Застала где-то там Под Питером Или в Твери Поэтому мы сразу Не могли ответить На заявку И приехать Как это назначали Что я чувствую Я понимаю Что я должен Здесь быть сейчас И мне очень приятно И спасибо вам большое Ну фаталист Я понял Как всегда Живой звук в программе Живые Как называется Следующая песня Деревья После нее мы уйдем На небольшую паузу А дальше еще целый час удовольствия Полиция кармы здесь Поехали В моих руках гнездо В моих руках воздух Хорошие мысли приходят Но поздно Падают листья Падают звезды Я пришел в этот мир Чтоб дарить тебе Воздух В твоей голове Колеса и спицы В твоих волосах Звери и птицы Ты рисуешь стихи Как огни новостроек Мы растем точно вверх И умирать будем стоя Мы вверх Мы вросли Целами в землю Мы пустили корни В эту тему И кто уже не грамлет Нашим голосом Мы будем долго Слышать время Растекалось мысля Как любовь Мы невинны Как дети И в наших руках Покоится ветер Но в пении птиц И вскрипит феррая Тщательно слышим Стук топора И последнее слово Осталось за нами Только не буду Бросить в нас камень Умирать так не зря Если жить то во благо Что ж до встречи в раю Где мы станем бумагой Мы вросли Целами в землю Мы пустили корни В эту тему И кто уже не грамлет Нашим голосом Мы будем Долго Слышать время Растекалось мысля Непотребок Даже Ждётся Эти двери Я не знаю сам Что Мы Доверь Мы Мы Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, двинемся дальше. Напомню, сегодня в программе «Живые» группа «Полиция Кармы» из города Белгород. Сразу задам вопрос, а потом будете петь, потому что пауза была большая. Вот какое чуткое ухо у Максима Зверева. Это один из наших слушателей. И он пишет вот что. «Простите, мой вопрос, возможно, глупым покажется, но я чётко слышу два рабочих барабана. Это так или у меня глюки?» Ай, браво! Ай, браво! Это действительно так. Это действительно так. У Дмитрия два рабочих барабана. Объясни тогда в двух словах, зачем? Для разнообразия. Один низко настроен, другой высоко. И он по-разному в разных частях песен используется. А три пробовал? Нет, пока ещё нет. Я думаю, что есть маза. Но есть барабанщики, которые играют на двух бочках сразу. И так далее. Там целая кухня такая невероятная. У тебя есть планы такие пойти уже дальше? У него замена двух бочек. А, то есть обычно на двух бочках, я так понимаю. Сейчас два рабочих. Ну, понятно, из Белгорода тащить вторую бочку было бы накладно. Безусловно. Проще рабочий барабан. Нет, ну три колеса, три бочки, я думаю. Почему бы и нет? Ну что, как называется следующая ваша песня? Ладно, я всё-таки отрыл полное название. Давай. Как коварный Эрвин Шрёдингер котика замучил. Но мы называем кот. Так проще. Вот я лично запомнил бы именно в такой транскрипции. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня полиция и карма. Город Белгород. Поехали. В небе светится окно. На окне стоит герань. Рядом бродит рыжий кот Гера Шрёдингера. Тихо, верьте за земля. Принцип мира крайне прост. Затяни свой вечный мяу. И войну коту под хвост. Кто сказал, что будет легко? Жизнь лакал, как молоко. Ты не жив и не мертв. Не жив и не мертв. Не жив и не множен матом. Мы на сто. Закрывая третий фронт. Валерья на вынастой. Сам польется в рот. Замцы любят горячо. Богу ставим шаг и мат. Что ж ты глачешь, дурачок? Вот и здравствуй, вечный март. Кто сказал, что будет легко? Жизнь лакал, как молоко. По усам льется, либо вы мертв. Ты не жив и не мертв. Не жив и не мертв. Не жив и не мертв. В твоих мыслях миска и вискос. В моих мыслях водка и виски. Знай, киска, жизнь закончится быстро. В твоих мыслях миска и вискос. В моих мыслях водка и виски. Знай, киска, жизнь закончится быстро. Вау! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот котяр-то какой! Котяр! Кстати, что касается кошачьих интонаций. Не помню кто, но в самом начале программы, после первой или второй песни, кто-то написал, что какой вокал-то, интересно. Прям мяучающий такой вокал кошачий. Вот он доказательство того, что действительно к кошкам этот человек имеет прямое отношение. Поточичи, если ты нас слушаешь. Привет! Привет! Игорь Нескромничий, Белгород вас действительно слушает. Ваши песни у меня и дома, и в машине. Спасибо Денису за флешку Юлия Кириллова. Вот теперь мы выяснили, что за Юлией. Я поросил ее фамилию. Кстати, сейчас, глядя на Дениса, вспомнил анекдот. Подождите, ржать. Вы не понимаете, о чем я. Вы-то все равно ко мне были повернуты. Вы не понимаете, какая была у него проблема только что. Это старый советский анекдот, когда стоит переполненный практически уже битком забитый автобус на остановке. Но вроде как автобус ходит по графику. И сидит водила, всех уже запустил. И видит метрах так в пятидесяти от него бабушка с клюкой бежит. Ну, как может. Ну, как бабушка бегает. Вот она бежит, бежит к этому автобусу. Он сидит и думает, успеет, не успеет. Успеет, не успеет. Бабушка уже подбегает к двери. Он нажимает на кнопку. Дверь делает. Не успела. В этой связи я вот хочу сказать. Пока я не сыграл, у него ремешок оборвался на гитаре. И я хотел было рыпнуться. Потом подумал, куда я нафиг со своим этим вот, да, со своим шнурком-то, чтобы помочь ему. И думал, ну кто-нибудь встанет? Не, никто не встал. Он так бедный, один там, со своей бедой. И как-то исправлялся. Но справился. Я чувствую, есть связь между нами, потому что, видимо, в этот момент я текст забыл. Именно в этот момент. Это было чуть раньше. С текстом у тебя было чуть раньше, потом у него оборвался ремешок. Значит, эта песня имеет какую-то очень глубокую смысловую нагрузку. Чего хотел сказать? Что-то рвется, да. А я хотел еще... Можно анекдот тоже расскажу? На эту же тему просто всплыло. Но анекдот музыкальный, поэтому в этой передаче, как бы, я думаю, допустимо. Играет бэнд, джаз такой, в общем, все в таком кураже. Кода заканчивается вместе, и бас-гитарист такой... Ох, догнал. У меня сейчас примерно то же самое было. Ну, главное, догнал. Главное же к финалу вместе прийти. А там уж, походу, как-нибудь доразберемся. В любом случае, мне кажется, это справедливо. Давайте дальше. Песенку хотелось бы еще следующую услышать. Что это будет? Ну? Ты сейчас вспомни нормальное название. Ну, то есть длинное. Вирджиния Вульф. Это все? Ты же говоришь, что у тебя у каждой песни... А какое нормальное? Нормальное, которое длинное? Ну, которое, да. Которое вот длинное. Как девушка ходила на речку купаться. Неудачно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня полиция кармы из Белгорода. Поехали. Что приснилось в Вирджинии пуль? После града крупно-калиберных пуль, впереди только ночь и вечный июль. Что приснилось в Вирджинии пуль, небосвод будет вечно падать в траву. Я умру во сне и наяву. Это чувство знает каждый. Все давным-давно неважно. В эту реку входят дважды. В эту реку входят дважды. Входят дважды. Входят дважды. Что приснилось в Вирджинии пуль? Тонкой ниточкой рвется натянутый пульс. Я уже никогда, никогда не проснулась. Что приснилось в Вирджинии пуль? Все дороги, как реки, стекутся в небо. Я вернусь во сне и наяву. Это чувство знает каждый. Все давным-давно неважно. В эту реку входят дважды. В эту реку входят дважды. В эту реку входят дважды. Входят дважды. Входят дважды. ВЫСТРЕЛ ВОЗГРЫФ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я вдруг сейчас подумал, почему, собственно, не Белгород, это музыкальная столица России, столица рока России. Очень, правда, круто. И знаете, как раньше, программите три года и первый год, я периодически удивлялся тому, в каких глубинках живут классные музыканты. Огромное количество действительно интересных, талантливых групп, умеющих играть на инструментах, между прочим. Не три аккорда, а вполне себе серьезно, находятся не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Потом удивляться устал. Сегодня вы снова удивляете. Почему? Потому что я к Белгороду никогда как к большому музыкальному центру не относился. Ну, я, может быть, знаю пару имен. Опять пьянцев. Спасибо. Спасибо. Сдачу отдам. Не относился всерьез. А теперь понимаю, что в Белгороде есть совершенно роскошный коллектив. Вот я рекомендую его всей аудитории своего радио. Полиция Карма. И думается мне, что у коллектива хорошее будущее. Опять же, если у машины будут все колеса. В том плане, чтобы вам было удобно, комфортно и кайфово передвигаться. Есть здесь... Сейчас секундочку. Ах ты, нет, убежала. Все, не успел увидеть. Сообщение куда-то запропастилось. Бог с ним. Как-нибудь обойдемся без этого. Мощно, красиво, пишет Максим Васильев. Ох, какой голос Таня Шушкова. Ну и так далее. Люди восторгаются. Что касаемо восторгов. Мне действительно интересно вот о чем. Музыканты, ну, любой человек творческий, тот, кто занимается творчеством, каким бы то ни было творчеством, он так или иначе связан с внутренними какими-то сомнениями и муками. Вот тот, кто сказал, что он уже добился большого результата и добился всего, чего хотел, ну, то есть я сделал все в этой жизни, я добился высот. Это конченая уже история. То есть дальше человек творчеством не занимается. Это самолюбование. А человек, который все время находится в таком состоянии поиска, он все время собой недоволен. Он все время ищет какие-то пробелы. Он все время ищет какие-то возможности для самосовершенствования. Вот что касается, ну, тебя прежде всего, как автора текстов. Ты считаешь себя, например, поэтом? Или ты, как и многие другие, говоришь, что нет, я не поэт, я текстовик, я сочиняю тексты для музыки. Ты считаешь себя человеком, которого можно вполне себе назвать фронтменом коллектива под названием «Полиция карма»? Или ты говоришь, нет, мы, в общем, все едины, а я просто один из музыкантов этого коллектива. Вот расскажи, пожалуйста, о самоощущении. Потом я же у музыкантов спрошу, так что не ври. Нет, я не буду врать. Я не думаю, что в нашем коллективе есть лидер. Может, да, фронтмен, может быть, и должен быть. Но вот в нашем коллективе, мне кажется, все-таки это многоголовое чудовище. Я чувствую, что соврал. У этого чудовища одно тело, несколько голов, в данном случае четыре, ну, Меладзе и Дробыш, ну, это ладно. Это как раз те, которые я уже все сделал, и я думаю, они скоро перестанут писать песни для нашего коллектива. Скорее бы уже. Пишите сами. Да, ну, в любом случае, даже если есть какой-то автор, какой-то двигатель, у него не получится ничего без коллектива. Либо это группа, либо это сессионные музыканты. Но сам он, сам по себе, как единица, да, может, что-то и представляет из себя. Но для того, чтобы... Это все-таки коллективная игра. И это очень веселая компания, это очень хорошие люди, и с ними очень приятно работать. Поэтому я не чувствую себя, что я впереди или я сзади. Это как раз те люди, с которыми я нахожусь, как мне кажется, в эмоциональном плане, в духовном, приблизительно наравне. И мне очень комфортно поэтому. И поэтому... Парни, вы когда-нибудь слышали от него такие слова? Да? И никогда, никогда больше не услышите. Теперь я все же не могу... Ну, в данном случае, Леша хочу дернуть. Когда он начал говорить, что я не лидер, ты как-то стал головой болтать, как болгарин. Да? Да, в обратную сторону. Действительно ли он не лидер? Действительно ли он не фронтмен? Действительно ли вы все единое целое? Ну, фронтмен, по-любому, он монолит. Вот одним словом можно сказать. Так. Ну, это мое мнение, опять же. Не знаю, как он себя представляет. Он же сказал. Нет. Как стереолит. Он не полностью сказал ведь. Это он сказал, отмазаться что бы, да? Простите. Стереолит-вокс. Не монолит, а стереолит. Ну, в общем, здорово, что вы находите общий язык и делаете так изящно, кстати. Очень здорово. Ольга Константиновна пишет вот что. Когда я первый раз услышала Вирджинию Вульф, полезла в Википедию изучать. Парни, берегите себя. Вас ждут дома. Смотри, какой поворот. Ну, я так думаю, что это кто-то, кто-то, да? Кто-то, кто-то, кто-то. Ну, помаши, помаши. Супруга же, правильно? Ручкой помаши. Я полагаю, что она сейчас смотрит на тебя. Денис Константинович. Гитарист коллектива. Константин твердо вот что пишет. Сижу, слушаю сначала. Группа не зацепила. Плохое начало, правда? Думал даже выключить перед перерывом приемник. Совсем тяжело. Вот сейчас читаю, даже плакать хочу. Но налив чашечку ароматного кофе и после, услышав песню «Кот», вдруг почувствовал в группе что-то есть. Плюс один поклонник дальнейших успехов в творчестве. Я так понимаю, Константин Кошатник просто. Вам нужно написать песню «Собака» или «Пес», так, чтобы цепануть еще и собачников. Тогда сразу «Котопес» уже. Потом можно и «Котопес», это для детей будет, для маленьких. А потом нужно обязательно написать песню про морскую свинью. Почему? Потому что люди, которые любят вот таких животных, как морская свинка, это отдельная человеческая категория. Отдельная. Почему? Потому как я в свое время столкнулся с любовью к этому странному животному, которое на свинью не похоже и к морю не имеет никакого отношения, но воняет, мать моя женщина. И вот чтобы выдержать это насекомое, простите, что я так, у себя в доме, нужно иметь абсолютное отсутствие нюха. Вот абсолютно. Но люди любят ее, целуют. Да, это отдельная категория, поэтому «Кот» есть, пес надо сочинить морскую свинью обязательно. А «Котопес» — это для детского утренника. Ну так, чтобы и детей цепануть. Было бы хорошо, между прочим. Так, Дмитрий Русанюк. «Добрый вечер. До этого слушал много живых из архива, а вот второй вечер получается послушать живых живьем. Второй вечер начинает слушать со скептическим настроением, но ко второму часу пробирает», — пишет Дмитрий. О, Дмитрий, а если программа была три часа, я думаю, третий час был бы для вас катарсисом просто. Ну что Дмитрий употребляет, раз его пробирает только на второй час? Значит, какая-то я уже читал. Ну, в общем, в принципе, много и других хвалебных всяких «Одд» поются вам. А, кстати, что ты любишь больше, когда хвалят или когда поругивают? Дай по чесноку. Ну, если по чесноку, то если критика конструктивная... Ай, молодец. Обязательно. То есть, естественно, ты даже если первая реакция — это, да, ты ничего не понимаешь, иди отсюда, тут происходит творческий процесс. Ну, в любом случае ты прислушиваешься и все-таки делаешь, даже если тебе не очень-то нравится, потому что это не значит, что там кто-то сказал, вот мне не нравится здесь у вас, поменяйте там тональность или что-нибудь, или мне не нравится текст. И, о, да, к каждому будем прислушиваться, будем что-то менять, менять аранжировки. Нет. Но вот в общем и целом, если действительно человек обосновал свою точку зрения, почему он так считает, то можно к этому прислушиваться. Это делает нас только лучше. Ну, в общем, да. Тогда еще один момент, а дальше пойдем петь. Критика от кого конкретно могла бы действительно тебя исключительно порадовать? То есть, в любом случае, я так понимаю, вот для меня лично, я критику приемлю редко, если она без аргументов. Иначе я это называю совершенно иным словом, неэфирным, потому что когда человек еще и при этом умнок, делает глаза и говорит, я свое мнение высказываю. Я говорю, так засуньте свое мнение, да, и останьтесь вместе с ним. Мне ваше мнение не нужно. Вот я вас не спрашивал о мнении, поэтому будьте здоровы. Но когда есть человек, ну, например, в свое время, скажем, я получил несколько очень хороших, добрых, таких полезных, весьма серьезных советов от разных коллег по цеху, старших коллег, имея в виду телевизионных ведущих, радиоведущих. Тоже Володя Туз, например, был такой на Радио Рокс, чудный совершенно. Я просто млел, когда он работал. Его советы слушал с удовольствием и его критику воспринимал, потому что понимал, что он может помочь и подсказать. Но когда какое-нибудь маленькое чмо, слушающая радио третий год своей жизни и понимающая в этом ничего, но считающая в праве сказать себе, что ведущий что-то там несет какое-то, да, понятно, что это не критика. Вот кто есть в этой жизни, и есть ли человек в этой жизни любую критику, от которого ты снес бы, абсолютно не задумываясь. Даже самую жестокую. Ну, в первую очередь, это вот они, втроем. Так, трое есть, понял. Это всегда критика, ну, как, по-хорошему, да, допустим, когда идет работа над песнями, каждый высказывает свое мнение и свои пожелания, как бы он хотел сделать, и, естественно, и вот поэтому это творческий процесс, это работа, и происходит то, что вот вы сейчас слушаете, видите, благодаря этому. И если бы я пришел и сказал, так, ребята, играем вот так, ты играешь это, ты играешь то, и ничего не хочу слышать, все заткнулись, это, наверное, была бы совершенно другая история. — Ладно, будем считать, будем считать, что отмазался. Значит, я очень люблю людей, ну, как люблю, в данном случае мне очень нравится, когда люди недослышат, а потом, вот беда радио в этом плане, человек может зайти на какой-то минуте эфира, услышать что-то и решить, что это всерьез. Помните, мы с вами говорили, как у вас группа ВКонтакте называется, «Полизия карми», да, и говорили, что узбекский язык, вот Мария Скворачева спрашивает, а почему вы на родном-то языке ничего не поедете? Так что ждем песни на узбекском. Мария, Машенька, милый человек, тут на самом деле мы шутили, мы шутили, мы говорили о том, что название группы ВКонтакте, когда пишешь, там латиницей писать приходится, поэтому ребята так и написали латиницей «полизия» с пробелом «карми», звучит, правда, как узбекская фраза. Это была шутка, поэтому они не поют на узбекском, хоть он для них родной, конечно, особенно глядя на Алексея, я понимаю, что он узбек в пятом поколении, вспомните внимательно, но настоящий узбекский мачо, но поют они таки по-русски. Давай дальше, что это будет? Как называется песня? «Карма, товарищ». Хорошо, как всегда, живой звук в программе «Живые», здесь сегодня «Полиция и карма» из Белгорода, поехали. «Полиция и карма» из Белгорода, cooperативная фраза. Играй, игра. Играй. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Дует, дает, вечер сдует, Краску стращок. Кроме крови Здесь должно что-то еще Карь, карь Кормаки несчастья ждет Давай, еще, давай Еще, давай Еще, на, давай Еще, давай Еще, давай Еще, на О, о Все вверх в дно Этот дом Сожрет нас рта Так не бросайся в вентилятор, дерьмо О, о Все вверх в дно Этот дом Сожрет нас рта О, о О, о, о О, 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 о А что потом? Ну, братцы, я вам скажу, это абсолютное полотно в вашем исполнении Я понимаю, почему, потому как с названием оно напрямую связано В общем, заглавная песня творчества на данный момент существующего полтора года коллектива «Полиция кармы» Скажи мне, пожалуйста, Игорь, нет ли у тебя актерского образования? Какой? Прямо в душу посмотрел Плюнул практически, да, я понимаю Потому что я режиссер по образованию по своему первому театру Поэтому чую какую-то такую У меня полтора, полтора Нет, один и два у меня образования У меня незаконченное театральное Что пытался закончить? Я пытался поступить в Питер Когда-то после школы я вдруг решил, что Логитмик? Да, я вдруг решил сначала, что я должен стать кинорежиссером Надо было поступать во ВГИК Я вообще-то не понимал И мне дали понять, что не стоит Туда просто так не попадешь Потом театральным режиссером Как это просто так не попадешь? Что ты имеешь в виду? Ну талант надо иметь определенный Нет, ну когда тебе, наверное, 17 лет Наверное, рановато А, на режиссуру, конечно, рановато Да, и та же самая история произошла с театральной режиссурой То же самое, да Да, и думаю, ну что еще, что поближе Наверное, актерское мастерство Не получилось Ну и бог с ним Я поступил в Симферополе В театральную школу-студию При Крымском академическом Русском драматическом театре Имени Горького Да, замечательный там театр Вот, наконец-то мы вышли на твою крымскую тему Об этом можно отдельно поговорить Так, так, сам вышел Сам, сам Я за язык не тянул И так, закончил школу И поступил вот туда вот То, что я сейчас сказал Второй раз и смогу произнести Да, ну И получилось так, что я не закончил Это учебное заведение Во всем виноват Алексей Ой, Иван Алексеевич Бунин Простите, пожалуйста Так он-то в чем виноват? Точнее, его творчеством Ну, мне так показалось По крайней мере Потому что с одним очень Важным человеком Мы не сошлись в взглядах Я сказал, что мне больше нравится Бунин, прозаик А педагога это очень сильно оскорбила Она сказала Он и поэт очень хороший А может даже лучше, чем прозаик И у нас возник конфликт на этой почве Я перестал ходить на занятия Все больше стал читать прозу Бунина Из чувства противоречия Но так и казалось Что этот человек Это жена художественного руководителя театра Однажды он поймал меня В темных коридорах театра И сказал До свидания Ну, понятно Знакомая история, на самом деле Так часто бывает А своих чую Всегда чую Я уже в первом части Как-то мне показалось Что есть что-то 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 есть Кстати, что касается темы крымской Ты ведь крымчанин, так получается Да, ты в Белгороде Недавно относительно Да, я из чудесного города Евпатория Что находится в Крыму Последние шесть лет я живу в Белгороде Наверное, потому что Тоска по родине Она взращивает в людях поэтов Поэтому Поэтому вот я живу в Белгороде сейчас Поближе Поближе к своему радио Из Евпатории далеко Я имею в виду Поближе к бывшей Теперь уже получается родине Так получается Да, да Белгород, он ведь совсем граничит Совсем уже, совсем Денис Журавев написал замечательную фразу Сейчас, я думаю, вас должно пронять Выдохнул И ушел от экрана Не потому, что захотелось А потому, что надо Какая будет следующая песня? Почему ты оглядываешься? Ты не помнишь трек-листа? Очень, очень коротко Ладно, песня про лошадок Но Называется она «Но» Но это и для тех людей Которые, может быть, захотят скачать Найти в интернете Если, сказал бы, я остановился До песни про лошадок Так и искали бы И не нашли бы А по названию «Но» Глядишь, и найдут Как всегда, живы В программе «Живые» Здесь сегодня Полиция кармы Поехали Кто там, Бог есть, пишет Поезд журавлиным криком Оригами Дождь размажет нас Бумажных по асфальту Детскими ногами Мертв по пояс Едет поезд Снова поровень И давным-давно Рвется знамя Что за нами дальше Знаний Видеть не дано Да На Ха Солнце не жиряне Вижу линии жизни На своих ладонях Рвутся жилы Быть бы живым Пассажиры Время не догонят Южный полюс Звезд по пояс Чем короче ночь Тем ближе Но Это знамя Будто память Выше станей Прыгнуть не дано Да Но Солнце даром Небо даром Папа паром Все по парам Автокаром Едем на качах Вот вам милость Вот вам кара Па-ра Пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Ну, из моих любимых барабанщиков, например, это там Калаюто, Бейкл, ну, все, как говорится. Как у всех. Как у всех, да. Ну, понятно, да, ничего нового. Вот Калаюто, он у всех любимец, я абсолютно убежден, знать бы, кто это. Ну, неважно, главное, что это как у всех. Вот я тоже люблю посмотреть, как Калаюто играет. Думаю, надо же, какой молодец, надо посмотреть, подсмотреть. А где-то два рабочих подсмотрел, у кого? Да, это попсовая фишка, поэтому... Фу, попса. С языка снял. Ну что, давайте петь будем. Какая следующая будет песня? Про морскую свинку. Про что? А, наконец-то! Вы очень быстро меня, я так понимаю, слышали. Сын джедая. Вот, смотрите, они дань отдают, оказывается, любителям Звездных войн. Какие молодцы! Как всегда, живые звук в программе «Живые» и «Полиция кармы» здесь. Погнали. Если хочешь стать воином мальчика, Звук в программе «Живые» и «Глебция кармы» здесь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Подразделение полиции Нет, это едет за тем, кто поверил Значит, музыканты не просто играют Классную музыку, а стараются сделать ее Интересной, своеобразной Со своими примочками, это вызывает уважение И у меня тоже Артем Слюдеев задает вопрос Я думаю, что ответ на него будет долгим Но времечко еще есть Знаю, что у многих музыкантов часто встает вопрос О названии своего произведения А как вы с этим справляетесь? Легко ли возникает название ваших песен И вообще, как это у вас происходит Но судя по длиннотам Которые есть в названиях произведений Как раз с названиями сложно Коллективно, да, Белгородская область Все сообща, мы там все знаем Большая деревня Все вместе сочиняем При помощи смс Да, гусли приносим, балалайки Сказители у нас есть наши русские народные И что говорят сказители? Сказители говорят Если хочешь стать воином, мальчик Знают ныне Дальше продолжай Продолжай, продолжай Это будет названием новой песни Что мачо не плачет Ты выходил водички попить? А то, что нам добро не дает таможня Это вообще очень актуально А, ребятки, хорошо, конечно Но время у нас уходит Поэтому вот смотри, что пишет Виктория Иванченко Ну что ж такое А что делать? Ну так вот пишет Я понимаю Я понимаю, что это любовь к коллективу Поэтому она позволяет себе вот такой вот оборот Дримсе это нервно курит И отличная команда В общем, я думаю, что Сравнивать можно пытаться с кем угодно Сопоставлять можно тысячу раз На мой взгляд, если музыка цепляет Если, как я сказал и говорю И буду говорить, что у музыки нет жанров Стилистика, да Стилистика и стилистика Жанров нет Есть музыка двух жанров Хорошая и плохая И вот когда я понимаю Что два часа, которые были запланированы Собственно говоря, мы их почти провели Осталось до конца пять минут А я не понял Что их пять минут осталось Я даже не заметил Я понимаю при этом Что эта музыка не только имеет право на чувствование Она должна быть известна всем И чем более широк круг Знающих коллектив Под названием «Полиция кармы» Тем больше, мне кажется Теплых, добрых, нежных отношений Между людьми, слушающими вашу музыку, будет Просто потому, что ощущение Как после такого вкусного обеда Да, пусть и вкусе остается Если какашку съел, то понятно какое А если все было хорошо и вкусно То понимаешь, что надо бы еще бы Хочется еще Но надо сохранить все-таки немножечко осадочек Так, чтобы место осталось Потом доедаешь просто несколько дней Это правда, да Главное в холодильник вовремя поставить Поэтому я думаю, что мы сейчас заморозим наши отношения Имею в виду общение в сегодняшней программе Просто потому, что уже нет на это времени Сколько по продолжительности будет в последней песне? Примерно хотя бы Двадцать минут? Это полная версия Как и полное название Это полная версия Нет, вообще четыре Четыре минуты И если можно Я хотел бы попросить всех тех, кто находится в студии Выйти отсюда? Нет Подпеть нам Мы стесняемся Не отрепетированная песня Да, да, да Зайти побольше людей Побольше присоединиться к нам И подпеть в конце песни На несколько слов Хорошо Те, кто здесь есть Я думаю, поддержат Да, текст такой Никто из нас не выйдет отсюда Я покажу Я покажу Спасибо, что были здесь Спасибо, ребятки, что приехали Вы замечательные Будем следить за вашим творчеством Ждем от вас новых песен Альбома ждем, когда он уже будет Для премьер В эфире С удовольствием Что-либо из вашего творчества Возьму завтра в программе Живые группа Харизма Как мы говорим Метол Ну, в российском варианте А группа Полиция Карма Заканчивает сегодня свою программу К сожалению Будьте здоровы Пока, до завтра Поехали Никто из нас не выйдет отсюда трезвым Никто из нас не выйдет отсюда трезвым Шагая босиком по остриям лезвий Никто из нас не выйдет отсюда трезвым Никто из нас не выйдет отсюда целым Каждый взгляд и вдох под прицелом Никто из нас не выйдет отсюда Никто из нас не выйдет отсюда целым Никто из нас не выйдет отсюда целым Не выйдет отсюда целым Никто из нас не выйдет отсюда целым Никто из нас не выйдет отсюда целым Не выйдет отсюда целым Никто из нас не выйдет отсюда целым Никто из нас не выйдет отсюда целым Сам себе и птица, и голем Никто из нас не выйдет отсюда голым Никто из нас не выйдет отсюда чистым Никто из нас не выйдет отсюда чистым Умножая буквы на числа Никто из нас не выйдет отсюда Никто из нас не выйдет отсюда Никто из нас не выйдет отсюда часто ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три, лет Никто из нас не выйдет отсюда целым Не выйдет отсюда голым Никто из нас не выйдет отсюда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...